В городе Суздаль прошла научно-практическая конференция ветеринарных врачей птицефабрик России и стран СНГ. Организатор – научный институт Росельхознадзора, федеральный центр охраны здоровья животных вне изажа. Впервые конференция состоялась пять лет назад и с тех пор уверенно набирает популярность и выходит на международный уровень. В этом году мероприятие посетили больше 150 специалистов из разных стран и регионов России. Ведущие ученые, представители некоммерческих организаций и бизнеса обсудили главные мировые вызовы птицеводческой отрасли. Это полезно для птицеводов нашей страны в том плане, что если они хотят развивать экспорт своей продукции, они должны знать требования тех стран, с которыми они будут сотрудничать. Здесь это можно более тесно обсудить и в качестве непринужденной беседы, а также можно послушать доклады иностранных экспертов, задать вопросы на интересующиеся темы. Лучшие эксперты собрались в Суздале, чтобы поделиться знаниями и опытом по диагностике и профилактике инфекционных болезней птиц. Особое внимание спикера уделили двум инфекциям. Гриб птиц и болезнь Нью-Касла остаются главными вызовами для птицеводов в разных странах. Болезни серьезно влияют на экономику, а гриб птиц еще может представлять опасность для человека. 25 миллиардов долларов. Столько за последние 20 лет потеряло мировое птицеводство из-за гриба птиц, по данным референтной лаборатории Евросоюза. Болезнь Нью-Касла на втором месте по экономическим потерям. Для защиты птицеводства в России ученые Федерального центра охраны здоровья животных работают в нескольких стратегических направлениях. Для защиты промышленного птицеводства мы выпускаем все необходимые вакцины. Это прежде всего живая вакцина из штамма Лосота и инактивированные вакцины в моноисполнении и в комбинации с другими антигенами. Кроме создания новых препаратов, важное направление – диагностика инфекции. Что касается диагностики, то есть все методики, которые используются в мире, они уже есть в нашем учреждении. Сейчас мы выходим на рынок с высокотехнологичными диагностическими системами. Это элазия-тесты, это ПЦР-наборы. Новые разработки и международная дискуссия как никогда актуальны для птицеводства. Активное развитие отрасли исключительно важно для решения планетарной проблемы голода, считают эксперты. Будет не лишним, если я скажу, что сегодня птицеводство мира является локомотивом производства животноводческой продукции, в частности белка животного происхождения. Биологическая способность птицы конверсировать питательные вещества корма в продукцию значительно превосходит другие виды животных. Ключевая встреча лучших экспертов отрасли не случайно состоялась под эгидой внеизажа. Центр – обладатель важного статуса. Референтная лаборатория Всемирной организации по охране здоровья животных по высокопатогенному, низкопатогенному гриппу птиц и болезни Ньюкаса. В планах еще более активное развитие международного сотрудничества. Тем для совместной работы у нас много – грипп птиц и другие болезни. Мы хотим сотрудничать с внеизажа в области анализа данных. Это сейчас важно для контроля болезней. Рост населения на планете, глобализация и новые инфекции – все это ставит непростые задачи для ветеринарной науки. Но эксперты уверены – любые вызовы под силу сообщества профессионалов, открытых к диалогу и поиску новых решений. Конференция внеизажа стала важной площадкой для такого сотрудничества и определила высокие стандарты развития российского птицеводства в текущем году.